всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news который мы поговорим с вами о новостях из мира музыки и музыкального оборудования за последние две недели и давайте начнем сразу с первой новости если вы оказались на этом канале значит вы следите за новостями секвенсора logic pro и знаете что на этой неделе в самом начале вышло новое обновление 10.7 это такое можно сказать глобальное обновление учитывая цифру и она действительно такое потому что в отличие от прошлогоднего 10.6 где просто добавили поддержку новых процессоров м1 на этот раз нам выкатили реально практически полезные функции которые можно использовать и видоизменять свою работу скажем так речь идет в первую очередь о dolby atmos вы наверняка уже слышали я тоже это упоминал ранее в выпусках quick news о том что apple на сервис apple music включила поддержку dolby atmos режима то есть все у кого есть airpods pro или airpods 2 и 3 уже поколения и airpods max могут включать этот режим специальный и слушать музыку с площадки apple music вот в таком dolby atmos режиме и чтобы собственно работать в этом режиме и подготавливать миксы без стороннего софта и без каких-то сторонних ну скажем так костылей apple решили интегрировать dolby atmos непосредственно в logic и это и есть самое такое глобальное обновление не буду здесь в детали ударяться потому что уже вышел обзор в эту среду полномасштабные почти на час можете перейти по ссылке в описании можете также посмотреть на канале если вы еще не подписаны подпишитесь и там я разобрал все вообще тонкости нюансы всех нововведений в том числе dolby atmos и помимо этого добавилось довольно большое количество лупов порядка трех тысяч очень много сэмплов пресетов от разных продюсеров то о чем я уже говорил в гараж бенде есть вы помните буквально пару выпусков назад как раз эти же паки добавились и в logic и еще кое-что дорулили также дорулили step sequencer мой любимый об этом я тоже рассказывал в обзоре в общем посмотрите обзор обновляйтесь если вы еще не обновились обновление поддерживает только биксер и новую мантерей который выйдет вот буквально завтра так что оставайтесь на связи обновляйтесь и пробуйте новые функции роб пейпен обновил свой любимый синтезатор который называется предатор или хищник теперь у нас версия 3 для тех кто не знает роб пейпен это такой продюсер фанат синтезатора в том числе аналоговых и у него есть линейка синтезаторов и вот предатор один из самых таких его любимых скажем так и те которые он активно развивает и вот совсем недавно вышла третья версия который как говорит сам непосредственно роб они дорулили интерфейс он стал менее перегруженным как в предыдущих версиях дорулили движок под капотом то есть теперь звук генерируется более мощный современный четкий синтезатор вообще вдохновлен изначально субтрактивными аналоговыми синтезаторами но сейчас в третьей версии завезли всякие дополнительные фишки под современные тренды конечно же волны и таблицы волн и возможности их редактирования возможности их кастомайзинга и все вот эти фишки которые из современных синтезаторах так что если у вас вдруг была вторая версия или пользоваться предыдущей версии я по-моему пользовался 1 давным-давно в общем обновилась третья версия классный интерфейс много новых функций фильтр обновили в общем если вам интересно переходите по ссылке в описании внезапно компания беринджер анонсировал новый инструмент который но я лично не ждал я не видел их каких-то утечек по поводу этого инструмента называется он edge и является такой скажем так переделкой или переосмыслением мук дефам то есть беринджер взяли по сути основу открыт от краева кто не знает это тоже такая адаптация мук модера версии беринджер и теперь выпустили такой пурпурный вариант краева с дополнительными функциями они его сами позиционируют больше как такой перкуссионно арпеджи раваны такой инструмент там конечно же встроенный секвенсор тот самый который есть и в краеве и собственно разработчики позиционируют как такое дополнение краеву напомню что у беринджер уже вышла связка тд3 и rd6 драм-машина сделаны по роланд и сделаны как 303 бас то есть ты из 3 и 606 драм-машина от роланда и они тоже их любят использовать связки как такие барабаны и бас модули так вот краев и вот этот новый edge он по сути они тоже как такая вместе как оля басовый плюс перкуссионно тоже басовый инструмент то есть edge фокусируется на в том что перекуси на звуках тоже там есть генератор шума розового и белого также там два осциллятора вместо одного как в краеве были возможности по модульной всякой маршрутизации патчингу и конечно же их можно вместе работать на них с edge точнее с краевом их линковать друг с другом синхронизировать и играть вместе на них всякие секвенции партии так далее очень довольно интересный синтезатора кто любит вот такие вот настольные синтезаторы чтобы быстро что-то крутить с секвенциями в реальном времени то довольно интересный инструмент обратите внимание друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем который появится в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 за фиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы logic pro help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучайте только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас еще одна новость касаемая dolby atmos только теперь уже не в наушниках а в реальном мире компания dolby анонсировала то что они совместно с парк мгм такая гостиница метро голденмайер кто знает в во-первых как кинокомпания также есть казино в лас-вегасе и в лас-вегасе есть вот такой отель который называется парк мгм и у них есть своя концертная площадка при этом отеле для разных шоу и собственно тандем команды dolby и парк мгм объявили о том что они делают такую такую коллаборацию и на базе вот этого концертного зала делают первый в мире концертный зал с поддержкой dolby atmos то есть имеется ввиду что так будет развешана акустика в этом зале все будет так настроено чтобы люди которые будут находиться в зале летом на танцполе чувствовали себя как будто находится на сцене в окружении музыкантов то есть будет использована та самая вот это вот круговая направленность инструментов то есть объемное звучание будет звук идти и сзади и спереди и сбоку и сверху как это собственно и принято в dolby atmos режиме довольно интересно для меня это прям было таким немножко удивлением потому что я пытался себя поставить на место концертного звукорежиссера все-таки это отдельный тип искусства сведения dolby atmos это отдельный вид маршрутизации на площадке сигнала то есть надо все понимать что куда и как идет с этим конечно же надо играться я не знаю где это будет ли возможность у инженеров потренироваться заранее чтобы на саундчеке потом долго времени тратить но уверен сейчас сам самые топовые группы особенно которые специализируются на масштабных шоу однозначно захотят там попробовать выступить и использовать эти новые фишки в общем здорово будем следить новостями я думаю что это далеко не последний эксперимент и потестирует на этой площадке и далее эта технология уже отправится за пределы лас-вегаса по всему миру будем ждать очень интересная новость от айкей мультимедиа и компания таскэм кто не знает таскэм это такая старая компания которая разрабатывала первые такие маком монитофоны с бобиной с магнитной пленкой также потом они делали одни из первых портативных порта студии для записи на кассеты компакт кассеты это был уже восьмидесятых кстати очень популярный девайс у всяких ранних хип-хопперов диджеев и тогда лишь можно было записать прям в домашних условиях 4 канала прямо на кассету то есть по сути такая вот как современная звуковая карта только без компьютера и компания кими мультимедиа в рамках своих плагинов t-rex которые максимально эмулируют аналоговое оборудование они сделали коллабу и выпустили пакет который прям так называется таскэм то есть это прям сертифицированные продукты лицензированные самой компании как компания таскэм утверждает что это прям вот первое аналоговое воплощение она точнее цифровое воплощение их аналоговых девайсов и туда вошли в этот пакет 4 модели так как большие кассетные деки так и те самые маленькие протостудии 4 8 дорожечные в общем довольно здорово добавили все функции напомню что у t-rex уже есть коллекция тейп машин они не лицензионные то есть там немножко разработчики за кей мультимедиа поменяли название и поменяли немножко функционал но конечно же в мануалах написано на чем основаны были те модели а здесь прям непосредственно воссозданные классические модели с органами управления с дополнительными конечно же функциями можно также менять типа пленки используемые на той или иной тейп машине можно играться слоу фай режимами можно играться с настройкой калибровкой тейпов пленок то есть то чем славилась эта работа с пленкой в далекие годы 20 века это была отдельная профессия по сути настраивать пленочный микро магнитофон чтобы грамотно шла запись с микшера или с микрофона и так далее и вы можете почувствовать в этой роли потому что там довольно много параметров которые можно подстраивать это будет прямым образом влиять на качество звука вообще в последнее время очень много плагинов появилось эмулирующих пленку в прошлом ролике тоже рассказывал и у всех компаний сейчас по-моему по одному как минимум из плагину а вот у тирекс например их вообще уже восемь штук интересная тенденция все видимо решили удариться в волну low-fi и аналогового звучания но так или иначе пробуйте сейчас пока доступна стартовая цена если у вас есть что-то уже приобретенное это и кей мультимедиа то скорее всего вам быть доступна еще более лояльная цена как дополнительная покупка в общем переходите в свой личный кабинет или переходите на сайт по ссылке в описании и приобретайте если вам это интересно ну и напоследок еще одна новость от компании apple вы наверняка видели презентацию посвященную новым macbook pro также анонсировали airpods 3 но конечно же самым главным стало обновление процессоров м1 теперь у нас появилась м1 макс м1 про ну точнее м1 про и м1 макс макс это прям такая самая мажорная гигантская версия с кучей просто возможностей все уже аналитики и техно блогеры сказали что это просто писи остался далеко за бортом вместе даже с windows 11 который тоже кстати недавно вышла и макбуки конечно же просто сделали уже такой фурор навели за эту неделю конечно же некоторые хотят купить делать предзаказы пока продажи не поступило в том числе в россии цены соответствующие кусачи и самое интересное что прямо на презентации в самом начале презентации точнее показали прям буквально короткий ролик сделанный ну точнее в ролике участвовал наш любимый logic pro и продюсер эйджи кук использовал звуки всех mac девайсов apple девайсов точнее от старых маков аймаков до айподов первых до в том числе чехлов от airpods и много всего ролик очень классный может также по ссылке в описании перейти посмотреть полностью со звуком очень прикольная композиция получилось то есть с помощью битмейкинга с помощью всех функций встроенных в лоджик и с помощью этих самых записанных реальных звуков эйджи кук создал вот такую короткую полтора минутную композицию полностью посвященную наследию apple и получилось довольно трогательно и мне это понравилось такое открытие презентации мне лично как фанату и пользователю каждом каждодневному logic pro было очень приятно видеть что вот на нашем любимом секвенсоре создали вот такую можно сказать такой гимн всем продуктом apple в общем переходите если еще не видели это ролик по ссылке в описании и смотрите ну что ж на сегодня это были все новости увидимся с вами в следующих выпусках quick news и не только напоминаю что на этом канале много чего выходит не только quick news буквально недавно вышел обзор обновление 10.7 если еще не смотрели обязательно переходите по ссылке в описании или ищите где-то здесь на канале рядом этот обзор он довольно подробный получился так что если еще не успели сами попробовать 10.7 можете посмотреть видео и понять что добавилось ну и также не забывайте вступать в наш telegram чат ссылка также в описании закрытый клуб вы просто переходите оставляйте ваши данные вам приходит приглашение в наш закрытый чат где мы обмениваемся информацией обмениваемся разными плагинами опытом отвечаем конечно же на вопросы я постоянно на связи в этом чате так что присоединяйтесь подключайтесь обязательно подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить следующие видео из разряда quick news а также по лоджику который здесь регулярно выходит в общем будьте на связи пишите в комментариях что вам понравилось и сегодняшних новостей и может быть вас есть какие-то вопросы напоминаю что также я всегда записываю видео ответы по каким-то уже таким самым насущным вопросом касаемым лоджика или тех или иных проблем с лоджиком так что не стесняйтесь я всегда на связи буду рад вас видеть но мы с вами увидимся следующих видео всем успехов творчестве с вами был дмитрий урсул всем пока